Я всех приветствую, всем хорошей недели, хорошего дня. Глава Ваягель. Глава Ваягель завершает тему строительства Мишкана. Начинается словами «И собрал Маше всю общину сынов Израиля». Ваягель – это перевод этого слова «И собрал». И действительно, мы читаем полностью схему построения Мишкана, но уже в действии. Сделали, и сделал. Упоминается очень много событий, которые были в предыдущих главах. Я их упоминал на предыдущих уроках. Но начало главы удивительно. Там небольшой отрывок про соблюдение субботы. И написано, что «6 дней пусть делается ваша работа, а седьмой день будет свят для вас». И такое еще очень важное усиление, что если человек будет нарушать, евреи, эти законы, то пусть будет предан смерти. На секундочку. И после этого идет опять процесс построения Мишкана. Мудрецы говорят, что вот этот отрывок, поставленный здесь, он в который раз напоминает всем, что суббота является целью сотворения мира. И ни в коем случае Мишкан, он очень важен. Это место присутствия Всевышнего. Там открыта шхена, присутствие Бога, постоянное присутствие. И храм делается после греха Золотого Тельца. Вы очень, скажем, воодушевлены, чтобы его сделать. Это очень важно. Но ни в коем случае не забывайте за субботу. Когда приходит субботу, отодвигается даже строительство храма. И все эти работы, которые вы делали в этот момент. Суббота – это венец творения. Это последний день творения, седьмой день. Всевышний отдыхал от своей работы. Это своеобразный акт передачи вот как раз власти, полномочий самому человеку, созданному по образу и подобию. Теперь ты будешь, ты, человек, будешь на этой земле делать то, что я хочу, то, что я пожелал при создании этого мира. Поэтому суббота является важнейшей частью и как раз освещение времени. Суббота – это освещение времени. А что такое Мишкан? Это освещение пространства. Так вот здесь происходит вот эта граница соединения освещения времени, шаббат и пространства. Суббота, она была создана последний. Седьмой день, завершающий день сотворения мира. Но то, что задумано первым, делается последним. Как раз для того, чтобы оно еще больше раскрылось. Это цель творения. Вот Мишкан, когда Всевышний давал повеление Мишкана, то первым делом он говорил о ковчеге. Здесь мы видим строительство совершенно наоборот. Что делается сначала сам, само здание, а потом наполнение его. Потому что Всевышний смотрит со своей стороны, со стороны небес, духовности. А человек реализовывает это все здесь. Так вот, третья величина – это сам человек, не шама. Его душа, божественная душа. Не животное. Животное – это инструмент. Человек, который занимается физическими вопросами, которые связывают его с этим миром. Еда, сон и все остальное. Так этим занимаются и животные. И так не произойдет никогда никакого раскрытия. А вот как раз, когда начинает работать божественная душа. В связи с другими людьми, раскрытие воли Всевышнего взаимодействия – это та третья величина, которая раскрывает пространство и время. И соединяет это все вот в единство. И вот эти две души – животное и божественное – это две части. Но здесь, в физическом мире, они как одно целое. Сначала появляется животная душа. Она приходит первой. Но задуман о том, вначале божественное. И задача, чтобы божественная взяла образы правления над животной. Тогда будет все правильно. Тогда эта божественность будет спускаться во всю материальность, которую нас окружает. Это, скажем, такая удивительная фишка монотеизма и иудаизма, что Бог присутствует везде. Это не значит, что Он где-то. Вот как раз это и есть желание Всевышнего. Обожествить вот эту физическую природу. Коснуться еды, финансов, твоего дома, твоей жизни. Все, что ты делаешь в физическом мире. Здесь может присутствовать Бог. И это является первоначальной целью. А очень часто у нас, как происходит? Животная душа берет образы правления в свои руки, в место божественное. И тогда на первый план выходят ее желания. Это чистая материальность и полная отрезанность от Всевышнего. Вот примерно такая же ситуация с субботой и с храмом. Храм, он строится, мешкан, после греха золотого тельца. Но это не значит, что это уже само по себе является самым главным. Нет. Это тоже процесс раскрытия того же шаббата. Храм для шаббата, а не шаббат для храма. И надо не забывать, что это и является целью сотворения мира. И поэтому, когда тебе будет очень хотеться делать вот такую как бы правильную, вроде бы на твой взгляд, работу, нет, нужно ее как бы убрать. Шаббат преобладает. Шаббат является самым главным. Ну и сам же храм, как мы говорили перед этим в прошлых уроках, что он является проекцией всего окружающего мира. Он вмещает в себя все четыре вида природы, которые существуют. Неживую природу. Это подножия храма, они сделаны из металла. Ну и сама земля храма, она же природного происхождения. Потом столбы, которые стояли на этих подножиях, они сделаны из дерева. И это символ растительного мира. А покрывало всего храма, они сделаны из шкур животных. Это животный мир. Но пока туда не входит человек, вот пока туда не войдет первосвященник и не начнет выполнять работу ту, которую хочет от него Всевышний, владелец этого мира, да, то этот храм будет оставаться просто, ну как бы, домом. В этом помещении может происходить что хочешь, да. Там может быть даже склад, да. Но когда туда входит первосвященник, он превращается в храм. И это как раз вот акт того, что делает человек. У человека, как я сказал, есть животная и божественная душа. Пока человек пользуется только животной душой, ну сами скажите, кем он является. И только когда у человека начинает расковаться божественная душа, как-то, как-то проявляться сначала потихонечку, какими-то деталями, вот тогда человек начинает выполнять свою миссию. А человек это тоже проекция храма. Получается, смотрите, храм проекция мира. Человек, проекция самого храма. У человека тоже есть все виды этой природы, в нем самом, да. И только когда проявится божественная душа, человек становится вот сосудом, местилищем самого Всевышнего. До этого момента это просто, просто сосуд, просто как храм, помещение какое-то. И то же самое с храмом, как я сказал. И взаимодействие вот всех этих видов природы, они производят подъем на более высокий уровень, да. Растительная природа, если возьмем вообще живой мир наш вокруг, растения, они берут минералы, земли поднимают, превращают их в себя. Получается, что неживая природа становится растительной. Потом животное, кошерное животное, корова, например, бык кушает эту траву. Эта трава становится этим животным. Как раз кошерное животное имеет такую силу поднять растительный мир до уровня животного мира. Я об этом говорил, но скажу еще, кто не слышал, очень интересно, да. Вот, например, хищники, они не имеют такой силы, да. Они едят мясо, мясо остается мясом, да. Ничего не происходит, никакого изменения. Потом человек что делает? Он ест кошерный кусочек мяса, этот кусочек мяса становится человеком. Но если на этом этапе руководить человеком только лишь животная душа, то дальше не происходит никакого подъема. Нет никакого как бы смысла. Человек занимается собой, своими идеями, своим эго. Но если у человека доминирует божественная душа, как и должно быть, то тогда человек начинает делать какие-то дела. Правильные, добрые дела. Те дела, которые предусмотрены Торой, раскрывает Бога в этом мире. Отдает десятину, молится, помогает другим. Делает все те дела, которые хочет от нас Всевышний. И тогда сам человек начинает подниматься еще на более высокий уровень. Как говорят мудрецы, человек становится кошерным для Бога. Бог смотрит и говорит, да, классно, вот я хочу такого человека. Я как раз хотел. Это была моя задумка в тот седьмой день творения. И тот седьмой день, о котором нам напоминает здесь наша глава в Айгель в самом начале, что вот суббота основа всего того, что происходит. И строение храма, и все то служение, которое было в храме. И вся жизнь человека в этом мире. Сами детали храма, с которых он построен, они указывают на все те силы, которые есть в нашем мире. К примеру, основание, да, серебряная основа, это праведность. Они были сделаны из полшекеля, который дал каждый. В каждом есть эта сила, да, раскрытие, сила праведности. Божественная душа. Дерево, которое стояло как стены, в них десять локтей. Это десять сил человека, которые есть в нем. Оно ставилось только так, по ходу роста. Вот как оно росло, так оно должно стоять как бы в храме. Тоже указание, постоянный рост, никакой остановки. Ты не можешь в духовности повернуть как бы назад. И десять покрывал, которыми накрыт храм, да. И это тоже символ десяти сил. Но если, например, столбы, это десять сил в их потенциале, да, то покрывало, само слово покрывало, что оно делает? Это раскрытие этих сил. Это задача действия человека в этом мире. Раскрытие воли Всевышнего. Но очень часто человек делает вот ошибки. Почему? Потому что включается как бы его эго. У нас в нашей главе очень хорошо описано вот такой момент, скажем, неоднозначный. Когда был призыв принести подношение для храма, чтобы построить храм, то все очень сильно откликнулись с огромным рвением и желанием. Настолько, что принести больше, чем нужно. И сказали, все не нужно носить, потому что реально достаточно. И у нас здесь написано, что вожди, главы колен, они тоже сделали подношение, подношение для ценными камнями. И здесь они сделали это самыми первыми. И как объясняют мудлецы, что когда был первоначальный призыв к этим приношениям, то они как бы немножко самоустанились. Они сказали, пускай народ принесет, а мы, как богатые люди, мы возьмем и потом добавим какую-то часть. Они же думали, что будет не хватать. Но тем не менее, как раз обычные люди с их божественной душой откликнулись на этот призыв и принести гораздо больше. В этот раз уже вожди, главы колен сделали это самыми первыми. И это ставится им даже в какой-то минус. Ребе находит здесь положительную часть. Он говорит, что их поступок, он был оправдан их положением лидеров. Что делает лидер? Он себя как будто правильный лидер убирает в сторону, давая возможность проявиться тем, кто рядом с ним. Мы в обычной жизни очень часто этот пример делаем с нашими детьми. Мы что-то можем сделать лучше, ответить лучше, но мы убираем, самоустаняемся и говорим, дети, давайте, расскажи, ответь, хотя мы можем сделать лучше. Мы как будто пытаемся их провести, чтобы поднять их на какую-то высоту. Вот это была первоначальная идея вот этих вождей колен. Но здесь это выглядело как ошибка. В духовности вот так реально не бывает. Если это момент, где ты можешь сделать хорошее дело, ты не должен взять и ждать, и подумать, что кто-то сделает, а я потом помогу. Нет, есть у тебя возможность, сделай в полноте всех своих сил. Это как, знаете, такой пример, что когда душа приходит в этот мир, и ей, например, написано сделать 50% чего-то, она делает всего лишь 40%, да? А потом приходит душа в этот мир, у которой запас там 100%, а она делает только 50%. Так кто больше реализовался? Вроде бы та душа, у которой была 100%, она сделала больше, так у нее и потенциал был больше, она это не выполнила. А та душа, у которой был вот как раз потенциал 50%, она почти все сделала, 40%. Произошла полная реализация, ну не полная, но максимально возможно. Так то же самое это касается нас, людей, если у тебя есть возможность помочь изменить этот мир, не важно как, твоими делами, твоими финансами, еще чем-то, делай это максимально насколько ты способен, и это будет твоим раскрытием. И вот здесь произошло то же самое. Вожди как будто хотели лучше, но получилось как бы не очень правильно. Во время строения Мишкана, а мы как сказали, что Мишкан, он символизирует и наш мир, и самого человека, это как будто тот процесс, который приводит к освящению времени, к субботе. Ты должен включиться максимально, насколько ты можешь в этот процесс. И это была их ошибка, что они не сделали. Вот я читал интересные примеры, что есть очень много ситуаций, когда не нужно пытаться как бы, как лидер, самоустраниться, чтобы кто-то что-то сделал. Такой пример это самолет, да, когда нам проводят инструкцию в самолете, и говорят, что не дай бог, если самолет будет там что-то с ним, случится и выпадут кислородные маски, то не ребенку надо одевать первому, а надо надеть себе, а потом как бы ребенку одеть. Ты, почему? Потому что ты должен быть в этих силах, чтобы вести этого ребенка. Так само вожди, они как бы ушли в сторону, дав возможность проявиться другим. Но они должны были именно в этом моменте действовать наравне со всеми. И здесь вот, когда пишется их название, неси им, да, главы колен, удалена буква Юд. Юд это символ мудрости, символ самого Всевышнего. Та идея, с которой Всевышний создал этот мир. Юд, ее числовое значение 10, 10 сил человека, что здесь как будто они немножко стратили эти мудлицы. Тоже очень хороший урок, чтобы сделать мешкан мешканом, надо вложиться в полноте своих сил. Если человек, это тоже храм для души, так надо попытаться максимально раскрыть эти возможности в себе. Не делать каких-то остановок, не думать, что кто-то сделает, а потом я включусь в процесс. Нет, начинайте и пожалуйста прямо сейчас. И как раз наша глава показывает соединение вот этих трех факторов. Это правильного времени, суббота. Это правильное пространство, скиния храм, да. И правильный человек, раскрытие его божественной души, нишома, соединение этих трех факторов, оно показывает вот эту красоту. Красоту этого мира. Нет другой красоты, только въединение этих трех величин. И как происходило строительство храма, да. Это было повеление Всевышнего. Всевышний дал каждую деталь, каждый момент. Но кто делал строительство храма, этой скинии? Это делал Бецалель и Голиа, ну как символ строения этого храма. Это сам человек. Ведь то, что сказал Всевышний, это было одно. А они добавили очень много как бы своего, ну как минимум свой труд. Какие-то свои детали, какие-то свои мысли. И вот это как раз раскрыло сто соединений Всевышнего и человека. Ария Барац в своей статье «Красота спасет мир» он как раз пытается сравнить постройку храма, существование храма, где сложилось две энергии воедино, воля Всевышнего и человеческие руки, человеческие действия. Пытается это сравнить с красотой этого мира, с произведениями искусства этого мира. Мы знаем, что было очень много великих каких-то построек, каких-то достижений человека. Там тот же колосс, храм Артемиды, сады Семирамиды. И храма там не было в их числе. Храм как бы стоял аутстендинг, где-то как бы в стороне. Хотя он является основной точкой. И все конфессии, связанные с иудаизмом, анатеизмом, они это признают, что храм является самой важной точкой. И те все строения, произведения искусства, величайшие, они действительно были очень красивыми на вид. Их нету. И их никогда не будет. Но храм, их было два храма, первый и второй, и мы с Божьей помощью ждем и строим третий храм. Это обязательно произойдет. Он как будто остается в вечности, как раз объединяя идею Всевышнего, которую он вложил в этот мир, его желание Бога, и самого человека. И он является как раз символом самой настоящей красоты. Когда эта красота не оторвана от Всевышнего, от Творца этого мира. Посмотрите, вот произведения даже, произведения искусства, да, если мы возьмем иудаизм, да, то очень ценные вещи, произведения искусства, возьмем еврейство, да. Они связаны в основном как раз с храмом. Они касаются тех деталей, где есть соединение Всевышнего и человека. И такое словосочетание, вот Тиферет Исраиля, красота Израиля, она как раз связывает Всевышнего с человеком. Очень часто обычная личность, которая оторвана, скажем, от религии, от божественного взгляда на мир, то такой человек связывает красоту с личностью, с каким-то предметом в отрыве от всего остального. Человек, который верит во Всевышнего, он всегда это будет как-то связывать с Богом. Когда человек приезжает там в горы, в красивое какое-то место, он смотрит, обычный человек, да, красота, классно, его что-то захватывает, какие-то нотки его души. Я не умоляю ни в коем случае эти качества, это прекрасно, да. Но вот религиозный человек, он скорее всего, когда он посмотрит на любую красоту, он скажет, Господи, как прекрасен Твой мир. Он увидит здесь как бы руку Всевышнего. И честно говоря, это и есть та идея, которую Всевышний хочет дать нам. Я сделал этот мир, я сделал вас, я сделал все вокруг вас. Только лишь для того, чтобы это произошло в единении, в раскрытии меня в этом мире. Это была моей целью, нет как бы другой цели. И строительство с Киньей, это был первый шаг. Всевышний показывал сочетание материальности с духовностью. И как храм, это проекция всего мира, исправленное пространство, пока все еще маленькое исправленное пространство, но которое должно распространиться на весь мир. А человек, это проекция самого храма, это храм для Божественной души, храм для Бога. Только в этом мире руками человека может действовать Всевышний. Он создал этот мир и все его законы. И наша задача вот как раз раскрыть красоту этого физического мира в действии, но только в связи со Всевышним. Потому что нет более другой красоты. Есть только вот идея того, что сделать этот мир жилищем для Бога. И когда человек начнет выполнять все заповеди, то исчезнут, ну, хотел сказать, половины, исчезнут все проблемы. Не будет даже той проблемы, которая сейчас есть в нашей стране. Поэтому наша с вами задача быть правильным человеком. Быть человеком, который действует по велению Всевышнему, а не так, как он хочет этого сам. Всем всего хорошего. Желаю радости, раскрытия вместе с Эйадар. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. И кто дослушал до конца, с Божьей помощью делитесь моим уроком. Всем спасибо. Пока.